Первая группа самарских студентов-волонтёров вернулась в Самару из Крыма. В Сакском районе они провели 10 дней с миссией помочь району. Молодые люди приводят в порядок памятники, убирают парки и пляжи, участвуют в торжествах и отдыхают на море. Идею направить их в Крым поддержал глава региона. В прошлом году в акции «Мы вместе» приняли участие 370 студентов. Ещё столько же побывают в Солнечной Республике в 2015-м. Олег Зверев подробнее. Два дня в пути. Автобус до переправы, паром и поезд на Самару. Первая группа волонтёров, 49 студентов, колледжа и техникумов вернулась домой из Крыма. Родственники и друзья встречают на вокзале. Путешественники делятся впечатлениями от поездки. Самый впечатляющий день России. Это было клёво. Мы танцевали флешмоб, разворачивали флаг. Нам подарили флаг Крыма. Ежедневные утренние зарядки, спортивные игры на пляже, экскурсии и участие в патриотических мероприятиях. Но это в свободное время. Главная задача – помощь ветеранам, очистка территории возле памятников, сельхоз работы. Десять дней одни жили на турбазе в посёлке Новофёдоровка Сакского района. Одна из первых экскурсий к мемориалу девяти героев Советского Союза. В этом году акция приурочена к 70-летию Великой Победы. Кроме того, 75 исполнилось профтехобразованию страны. Плюс юбилей Сакского района. В этом году муниципальному образованию 80 лет. В День России, 12 июня, самарские студенты встретили на площади. Заготовленный флешмоб подхватила местные детвора. В Новофёдоровке волонтёры развернули российский триколор. А вот в посёлке Фрунзе им вручили другой триколор – флаг Крыма. Здесь им доверили убирать черешню. И незабываемые впечатления от общения с легендарной личностью. Галина Ивановна Попкова – герой социалистического труда. Делегат 27-го съезда партии. Работала дояркой в совхозе. В последнюю советскую пятилетку надаивала 700 тонн молока в год. Тот, кто трудится, вы знаете, всё, вроде глазам страшно, а руки всё делают. Принцип жизни, о котором и сегодня не стоит забывать. Тем более, что трудовые золотые звёзды теперь вручают вновь. В Крыму самарские студенты познакомились с особенностями жизни на побережье. Тем более, что море многие увидели впервые. А о том, что такое черноморская рапана, впервые услышали. Мастер-класс показывает местный рыбак. Для него лов экзотического моллюска – ежедневный промысел. Простым способом, вилкой, берём и достаём вот этот моллюск из ракушки. Город-герой Севастополь принимал гостей солнечной погодой. Полторы тысячи памятников, военные корабли в бухте, неповторимая архитектура. Это не только город русской боевой славы, но и музей под открытым небом. А вот духовный центр всемирной известности самарской делегации посетила в Симферополе. Свято-Троицкий монастырь, где находится мощь святого Луки Воина-Ясенецкого. Учёный, врач и архиепископ был известен своей подвижнической жизнью и тем, что как хирург не допустил ни одной врачебной ошибки. Мы знаем множество примеров молитвенной помощи, ходатайства святителя исповедника Луки, который подаёт исцеление в различных заболеваниях. В Самару эти ребята привезли море впечатлений от Солнечной Республики. Поездка для них стала наградой за активную жизненную позицию и участие в волонтёрском движении. Впереди новые задачи. Конечно, и Министерство образования, и администрация губернатора. Вот на этих ребят надеются, что они будут, ну, такими вот пионерами, зажигалками, активистами. Потому что очень много мероприятий, где нужны волонтёры. Всего этим летом в акции «Мы вместе» примут участие 380 студентов. По признанию тех, кто там уже побывал, Крым достоин того, чтобы ему помогать. И более того, чтобы его любить. Олег Зверев, Андрей Авдеев, Алексей Вельмискин. Новости губернии.